Продолжается капитальный ремонт четвертой очереди набережной. Общая готовность 80% работы на участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага ведутся по федеральному приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Завершается обновление ладьи, сейчас на скульптурной композиции идет монтаж мраморной и гранитной облицовки, в том числе штукатурной работы и восстановление декоративных элементов. Ведется обустройство гранитных ступеней на спусках, облицовка амфитеатра. На 95% готов новый трехкаскадный фонтан. Там ведется монтаж гидравлического оборудования. Параллельно с этим на набережной идет монтаж системы автополива, трубопроводов и разработка грунта. Практически полностью завершена прокладка коммуникаций, системы водоснабжения, ливневой канализации. Сейчас рабочие устанавливают люки и дождеприемники. На площади Куйбышева укладывают верхний слой асфальта. Капитальный ремонт идет высокими темпами. К 7 ноября площадь должна быть готова. Здесь пройдет парад памяти. По новому покрытию поедет тяжелая техника. Качество работ регулярно проверяют представители власти и общественности. Капитальный ремонт площади Куйбышева проводится по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Общая готовность сейчас 70%. В ближайшее время специалисты проведут кернение нового покрытия, чтобы проверить качество материала. По заявлению подрядчика новая одежда площади Куйбышева должна прослужить не меньше 50 лет. На здании Самарского дома журналистов обновили фасад. Средства направили из городского бюджета. Рабочие покрасили цоколи, оконные проемы, отремонтировали крыльцо и кованые конструкции. Восстановили ливневые стоки. Здание постройки начала 20 века входит в комплекс построек усадьбы архитектора Зеленко. Дом несколько раз перестраивался. Одной из главных задач было вернуть зданию былое величие и его изюминку, что успешно удалось. Также вокруг дома журналистов благоустроили территорию. Вместо старого асфальта уложили тротуарную плитку, заменили бортовой камень и засеяли новый газон. В парке 50-летия октября идет активный ремонт. Рабочие одновременно трудятся на всех 20 объектах, которые нужно обновить на этой территории. Почти полностью обновленный игровой городок, возводят танцевальную площадку со сценой, обновляют покрытие пешеходных и велосипедных дорожек. На время ремонта его главных обитателей, лебедей, переселили в парк Гагарина, обновляют фонтан Царевна Лебедь. Сначала специалисты снимают слои старой краски, затем будут наносить светолюминесцентное покрытие. Работы идут по графику. Завершить первый этап ремонта парка планируют до конца октября. Близится к завершению ремонт фасада 110-го дома по улице Красноармейской по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители сами подали заявку и выбрали капитальный ремонт фасада. В прошлом году также по программе благоустройства им привели в порядок все коммуникации. Работы на Красноармейской начались в конце августа. Рабочие уже выровняли поверхность, нанесли нижний слой штукатурки и приступили к покраске. Обещают закончить к началу октября. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» до конца года приведут в порядок 196 дворов и крупные общественные зоны. Струковский сад, четвертую очередь набережной, площадь Куйбышева. Десять трехсекционных трамваев вышли на линию. Перед этим составы прошли обкатку ночью, когда нет интенсивного движения. Теперь они работают в городе днем на маршрутах 1, 5 и 22. Они идут через весь город. У новых трамваев просторный салон на 300 с лишним пассажиров, современная система отопления и вентиляции, телеэкраны, бесплатный Wi-Fi и система видеонаблюдения. Вагоны низкопольные оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В кабине водителя максимальный обзор, персональный кондиционер. Также в Самаре появились трамваи со звуковым оповещением маршрута. Сделать общественный транспорт доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. С такой просьбой обратился житель Самары к главе города. Системы оповещения оборудовали трамваи на 23 маршруте. Именно на этой линии расположены предприятия, где работают люди с нарушением зрения.